Кинематограф конкретно кошмарит. Контента становится больше, но его качество стремительно пробивает днище. Кинодел регулярно штампует одну и ту же жвачку, которая моментально выветривается из головы. От большинства технических и сценарных деталей горит настолько ярко, что хочется либо покинуть сеанс, либо выключить эту муть. Запасайся попкорном и... Добро пожаловать на Телблокнет! И прямо сейчас ты увидишь топ-10 бесючих моментов фильма! Десятое место. Игнорирование мелочей. Иногда после просмотра некоторых картин создается впечатление, что вместо обычных актеров снимаются сверхлюди. Они не болеют, не спят, не едят и даже по нужде не ходят, если только об этом не написано в сценарии. Пойду посру. Понятно, что хронометраж не резиновый, но вы нам хоть намекните, что перед нами живой человек, у которого может болеть живот и голова, и заодно есть хоть какие-то гастрономические пристрастия. А то куда ни глянь, все хлебают кофе из Старбакси и довольно жизнью. Пожалуйста, выберите напиток. Извините, Moco Capuccio Extreme зарезервирован для пассажиров золотого уровня. Извините, Moco Capuccio Extreme зарезервирован для пассажиров золотого уровня. Я хочу Moco Capuccio Extreme, запишите на мой номер. То же самое можно сказать и о растительности на лице у актеров, которая куда-то пропадает за кадром в фильмах-катастрофах. Про белоснежные зубы в псевдоисторических фильмах и вестернах я вообще молчу. Вроде и мелче, но вообще впечатление портит основательно. Девятое место. Посредственный звук. Наверняка ты сталкивался с фильмом, где диалоги звучат максимально тихо. Причем настолько, что хочется выкрутить громкость на максимум. И как только ты это делаешь, сразу же начинается экшен со взрывами. Погонями и перестрелками, где все орет и взрывается. Вдвойне бесит, если пытаешься тихонько посмотреть что-нибудь ночью. Ни о каком удовольствии от просмотра речи не идет. Тот бы успеть снизить звук, чтобы по шее домочадцев не получить. Че? Слышь, сосед, можешь чутка потише? Такое впечатление, что звукорежиссеры кладут прибор на мастеринг звуковой дорожки. Можно, конечно, купить хорошую акустику или саундбар с тонкой настройкой всех каналов. Но почему мы вообще должны над этим заморачиваться? В клипах же все нормально работает. А чем фильмы хуже? Восьмое место. Сюжетные ляпы. Невозможно из года в год выдавать идеальные сценарии, где все прописано до мелочей. К тому же никто не отменял в огорании классическую сценарную импотенцию, от которой страдает половина кинематографа. Прикрываться рукой от огня и давить под 200 на задние передачи, это ж так правдоподобно. Но куда хуже дела сюжетными ляпами и дырами обстоят в сиквелах, приквелах и спин-оффах. Где из раза в раз ловишь фейспалмы от халатности сценаристов. Помощница Тони никогда не умела драться. Тут же она ни с того ни с сего действует с координацией опытного ниндзя. Всю жизнь ломавшего ребра полчищам врагов. Вот эт поворотами грешат не только комиксы. Взять хотя бы моменты с внезапным воскрешением ключевых персонажей. Точнее, со сценарным объяснением этой ситуации. Ты же умерла. Я здесь, с подкреплением. Остальное уже сам додумаешь. Первый раз что ли? Седьмое место. Вторичность. Эту опухоль вовсю развивают стриминговые сервисы. Если посмотреть в разделы с комедиями, мелодрамами и ужастиками, можно утонуть в однообразии самокопирования. Особняком хочется выделить сериалы. Причем отечественные. Такое ощущение, что у нас на всю страну один сценарий про мента и страдающую разведенку. За последний бегает миллионер с обручательным кольцом и спасает ее от темного прошлого. Итак, на протяжении десяти сезонов по двести серий в каждом. Посмотришь один такой шедевр, понимаешь, что остальные десять ничем не отличаются. Только герои другие, и то не факт. Они даже надобложками к фильмам особо не заморачиваются. Шестое место. Идеализирование героев. Голливуд годами прививал нам образы ключевых персонажей из фильмов. Если это вояка, то обязательно спецназовец с туманным прошлым умением собирать ядерную бомбу из подручных средств. А рядом с ним обязательно будет роковая красотка, знающая десятки языков. У всех стабильная идеальная фигура, изысканные манеры и отличный вкус. И не важно, что барышня работает посудомойкой в забегаловке по 25 часов в сутки, а парень по сюжету типичный офисный планктон с кредитной тачкой и съемной квартирой. Они даже психопатов и маньяков идеализируют. Почему в фильмах упрямо игнорируют серую мораль и суровую действительность? За примерами далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть, как общаются условные врачи в фильмах и реальной жизни. Рожает она. Привезли в ближайшую больницу. С родовой. Хреновая. А ребенку еще хуже. Срок маленький. Все ради красивой картинки. Пятое место. Плохой монтаж. Как же он порой портит впечатление от просмотра. Казалось бы, цепляющий сюжет, крутые диалоги и общая атмосфера. Но потом начинается экшен и досвидос. От такого количества склеек складывается впечатление, что монтажом занимался садист, который очень не любит эпилептиков. Хреновая склейка и трясущаяся камера могут полностью убить эффект погружения в происходящее. Плохой монтаж — это не только тряска объектива и хаотичная смена планов. Иногда по этой причине страдает целостность фильма, потому что некоторые сцены банально вырезаются. И это порождает логические дыры и несостыковки. Поэтому я предпочитаю искать режиссерские версии кино. Хоть они и длиннее, зато глупых вопросов к сюжету гораздо меньше. Четвёртое место — Мисс Каст. Все же помнят типичные молодёжные комедии, где 18-летних школьников играют 30-летние кони. Человек-паук с Тоби Магуайром вовсю эксплуатировал этот штамп. Но это ещё полбеды. Гораздо хуже, когда за подбор актёров берётся полный профан из кастинг-агентства. Особенно, если речь идёт об экранизации знаменитой книги или игры. Я вот до сих пор считаю подбор актёров для Ведьмака от Netflix одним из худших в индустрии. Геральт на стероидах. Трис внезапно стала кучерявой. А на Фрингилью вообще без слёз не взглянешь. Хотя есть примеры и покруче. Я знаю, что делать. У тебя осталось желание. Идея с принцем была правильная. Подберём родословную повнушительную? Вот, что скажешь. Хотя я не буду отрицать, что Уэлл Смит затащил харизмой. У других и этого нет. Они что-то знают про силу и скрывают это от меня. Будущий Дарт Вейдер харизматичен до невозможности. А тут ещё в кинотеатре скоро начнут крутить нового Бэтмена с Нидо-Вампиром из Сумерек в главной роли. И что-то подсказывает, что это не самый удачный выбор на роль Брюса Уэйна. Это он? Господи, ты там дричь, блядь. Ты качёв дриць. Почему он пишет вам? Блядь, да не укормили, ебаный мир, блядь. Ему ни протеины не выписали, блядь. По-другому и не скажешь. Третье место. Повестка. Она сейчас лезет изо всех щелей. И сильно портит впечатление от просмотра. И дело не только в персонажах всех цветов радуги и выпирающем феминизме. Всё это было и раньше, только подавалось уместно. Взять, к примеру, Чудо-женщину или Лару Крофт с Анджелиной Джоли. Богатая, сильная и независимая. Всё по канону. И этот фильм хочется смотреть. Получая эстетическое удовольствие. То же самое и с героями нетрадиционной ориентации. Связь между героинями в фильме «Монстр» тоже сюжетно и логически обоснована. Потому и не выглядит инородно. Но таких картин единицы. Лучше мы просто вставим побольше сильных и независимых, выделяя им максимум экранного времени. Даже Оскар прогнулся под этот тренд. А потом удивляются, почему в прокате проваливают ангелы Чарли и охотницы за привидениями. Потому что такое кино никому не интересно. Второе место. Графон. В начале 90-х компьютерная графика была на вес золота из-за своей стоимости. Потому режиссёры извращались как могли, делая акцент на практических эффектах. Но сегодня графония стала чересчур много, от чего сильно страдает итоговое качество. Даже Марвел косячито экономит, хотя бабок у них предостаточно. Зачем заморачиваться с декорациями, светом и постановкой кадра, когда можно снять весь фильм на зелёнке? Киноделов понять можно. CGI гораздо дешевле, а художники могут нарисовать что угодно. От гориллы ростом с города гигантских трансформеров. Вот такой графон действительно выглядит впечатляюще и уместно. Но его ведь пихают куда ни попадя. Иногда выходит настолько кринжово, что невольно передёргивает. Когда дело дошло до появления в кадре ребёнка Беллы и Эдварда, всем стало ясно, более неестественного существа можно даже не искать. Нарисованный младенец так сильно бросается в глаза, что уводит зрителя от погружения в сюжет. Эффект зловещей долины в действии. Хорошо, что не все страдают подобной ерундой. А мэтры вроде Тарантино и Нолана всячески ограничивают использование CGI, предпочитая практические спецэффекты. Выглядит в разы более впечатляюще, но есть один большой недостаток. Приходится снимать с первого дубля. Первое место. Клише. Голливудские штампы лезут изо всех щелей. Внезапные воскрешения, бесконечный боезапас и косые стрелки с синдромом имперского штурмовика давно стали нормой. Главный засранец просто обязан рассказать о своих планах, чтобы его остановили в последний момент. Лучший друг семьи оказывается предателем, а ботаник-неудачник внезапно превращается в супергероя. Сколько можно, б**ть? Сколько можно, ёпть? Последний форсаж в этом плане – идеальный пример банальных сюжетных линий. Я пришёл, чтобы сбить с тебя спец, братик. Ты совершил ошибку. Этот мир принадлежит мне. Давай загибать пальцы. Пафосные диалоги. Спасение на последней секунде. Проламывание стен головой без последствий. Родственник-предатель. Возвращение Хана. Возрыв тачек при столкновении и так далее. Большинство фильмов просчитывается уже по первым кадрам, потому что все повороты давно известны из предыдущих подобных картин. Почему все так боятся хоть немного отойти в сторону? Плащ левитации. Какого? Двойное кольцо. Изячно. Вау. Ну охренеть. Отличная работа, Шерлок. Это же логично. Но на подобных твистах денег не заработать. А потому нам и дальше приходится терпеть одни и те же клише под соусом из банальщины. А какой момент в фильмах считаешь самым бесячим лично ты? Пиши свои мысли в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядывай в наш телеграм-канал и паблик ВКонтакте, ведь там мы регулярно вместе общаемся и проводим опросы по темам новых роликов.